так и напоследок что я хотел сегодня еще рассказать это query builder и query builder и это всякие разные штуки но это больше такая специфика тут больше нужно запомнить что оно такое есть у sequel айза есть такая плохая особенность вы не можете получить запрос который будет выполняться на сервере они можете вы его получить по причине того что он его закрыта у себя подготавливает то есть у него внутренние методы которые зависят от диалекта который используется от каких-то там погоды на марсе еще чего-то там от самочувствие разработчика который писал sequel а из и что нибудь еще такого соответственно запрос который он генерирует вы можете увидеть только в логах но это сам постфактум того что выполнилось на сервере не более но я недавно для себя открыл инструмент и возможность того как он это блин делает в справке вы этого не найдете нигде вы этого толком не узнаете потому что по сути этой информации нигде нету у них даже в api и и слова за это не написано его там нету просто банально такого но по факту и то есть как он работает он работает для конкретного диалекта да то есть секвала из у нас работает с множеством базов баз данных и соответственно мы можем переключаться между этими базами данных но при этом секвала всегда знает как правильно сгенерировать запрос для какой-то из баз данных что для этого в принципе нужно я для себя выработал не такую небольшую схему как это правильно вызывать у нашего нашей модели есть объект секвала за объект секвала за как раз и представляет из себя само подключение то есть это как раз тот самый элемент который знает как мы подключены к базе данных с помощью какого диалекта блогина пароля шифрование и так далее и тому подобное соответственно этот же объект секвала за и умеет генерировать всякие разные наши запросики так а тут без справки я вообще не не смогу поэтому сейчас секунду я буквально на этой неделе точнее не на этой неделе сегодня только дописал для себя вменяемый пример сегодня поэтому и сегодня и вам с вами поделюсь и расскажу где это у меня вот здесь открыть на редактирование и и и и и и да вот он есть как как его как его как оно делается мы должны для нашего дб ну что было чтобы этом этим было удобно везде пользоваться мы это будем хранить именно в объекте модели потому что так удобно и сделаем как его куэрии куэри билдер то есть наш куэрии построитель он будет представлять из себя нашу функцию по причине того что это это нехорошая редиска секвала проверяется функцию название функции из которой это вызывается что-то у них там внутри логики там строится поэтому вызывать его нужно только вот таким вот своеобразным образом первым параметром у нас будет на наша модель то есть та моделька на основании которой мы хотим построить этот запрос да и все остальное что там хотим к нему прикрепить потому что дальше вы увидите что в принципе все остальное строится как угодно ему нужна важная точка входа как от чего начать строить что под точкой входа я имею ввиду вот когда мы строим наш good find all то по сути мы зная модель дальше в нее там все строим допустим там инклюда всякие или допустим в то секвала знает что вот эти все объекты и надстройки применяется изначально к таблице good важный момент соответственно ему необходимо первоначально это модель с которой он будет работать дальше в этой штуке очень может быть много всяких разных параметров поэтому я их помещаю в аргументы во все остальные которые мы потом будем передавать так вот что нам нужно отсюда вернуть нам необходимо отсюда вернуть из нашего д.б. сиквала за то есть вот отсюда именно нам необходимо использовать наш диалект 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 то есть под диалектом имеется ввиду та самая база данных с которой мы сейчас работаем которые мы подключены и там у хранится и тип базы данных и все подряд об этом чуть дальше для меня просто прозрение недавно было нам необходимо query дальше генератор генератор использовать query генератор нам предоставляет интерфейс или доступ к самому query builder или select builder select builder вот таким вот образом то есть у нашего диалекта есть интерфейс который занимается созданием query запросов на к самой базе данных а вот у него есть такая подраздел как select builder есть insert builder и select builder и апдейт builder и так далее то есть они все занимаются своими нам необходим пока только select вот и select query только не билдера select query пардон select именно query нам необходимо передать первым параметром как раз вот ту самую модель которую мы от которой мы хотим идти но select query изначально в самом сиквализе работают очень хитрым образом ему сиквализе подготавливает данные и поддает от нас он требует здесь строку 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 которая будет представлять себе название нашей модели если мы вспомним то наши модели в принципе называются как good самой базе данных они представляют из себя good имя то и вот у данной модели мы можем запросить данное имя как это делается у нашей модели есть get table table name эта функция которая вернет реальное название базы реальное название таблицы в базе данных то есть если наша модель у нас допустим называется как good или best good или еще чего-нибудь мы установили имя для хранения его в базе как просто goods или там супер goods или еще что-нибудь или вообще юзер неважно есть такая возможность но увы так вот get table как раз знает о том какое ее оригинальное имя в самой базе данных поэтому мы первым параметрам сюда записываем как раз то что нам нужно а дальше передаем все остальные арксунь то есть вот таким вот образом и оставшимся действием для этого всего праздника нам необходимо убрать точку с запятой потому что seqlize автоматически при генерации запросов их разделяет через точку запятой на случай выполнения пакетных запросов вот у него такая вот особенность поэтому нам необходимо сделать слайс который уберет 0 минус 1 то подскажет что делает слайс 0 минус 1 я пока это все сохраню до конец убирает ну понятно что конец убирает минус 1 минус 1 намекает на это один символ один символ с конца важно то есть начинаем с нуля и заканчиваем последним символом предпоследним символом с конца то есть отбрасываем только самый последний такая вот особенность слайса и в принципе на этом и все дальше что мы можем сделать если мы хотим сделать выборку наших товаров да мы можем сделать знаю наш query builder можем его здесь вызвать да и давайте поиграть еще не сам select нет как бы он он тебе подготовили да он тебе подготовить строку для select там сейчас увидишь в принципе то есть это то что он генерирует и сейчас покажу как то есть наш query builder которому необходимо передать модель нашу good и сказать какие параметры мы сюда хотим использовать допустим мы хотим в написать где наш кепшин кэптен равен пускай будет какой-нибудь 123 неважно типа что-нибудь такого плана и где она а вот он потерялся вот то есть наш query builder вроде мы используем про в чем в чем фишка этого всего мы используем вот это вот правильное знание и понимание про построение правильных запросов от сиклайзан но при этом передаем туда его в виде объекта и на выходе получаем обычный классический запрос то есть вот таким вот образом она работает ну и тут еще опыдик лайк который будет представлять из себя объект для вот этой вот штуки мы в итоге мы получим ошибку потому что он не знает кто такой опы сейчас мы ему скажем кто такой опы он так не сможет подсказать естественно не сможет подсказать куда же ему конст оп равен required из нашего сиклайзан вот таким вот образом где его рано вызову чтобы его не рано вызвал он просто еще не знает о новых параметрах которые сюда пришли да потому что она теперь здесь в db хранится ничего страшного сразу же здесь поправим д.б. короче я когда настройки перенес я допустил в огромнейшую ошибку так и вот теперь ошибки вылет вылью мы писали этот самый да мы писали это у нас конфиге конфиге для сиклайзан да не то я всегда я каждый раз забываю как она пишется о кепшин это у нас кепшин об п и вот это вот эта штука наоборот строится в и в общем получаем вот такой запрос то есть используем окружение и среду сиклайзан но при этом получаем генерируем эти запросы для чего они нам нужны на случай если нам необходимо строить запросы в запрос допустим для получения количества мы можем сделать наш атрибут от три бут с который будет представлять из себя набор и да ну часто то всем знать не будет блин fn как наши функции как специальная наша функция скажем что fn мы хотим получить каунт из колонки у нас айди таким вот образом и в принципе мы получаем запрос который уже готов считать наши данные дальше мы его банально вставляем в наши выборки которые могут быть там чем угодно предположим наш гуд который будет find find all и у него в атрибутах атрибутах добавим нашу колонку что типа будет вот такой вот select единственное литерал который будет представлять из себя вот наш запрос только единственное исключение что нам необходимо его поместить в скобки потому что это сап квери так называемый вот и помещаем вот сюда нашу к вот эту переменную давайте конст темп квери темп и сквель какой-нибудь будет неважно и помещаем ее вот сюда но таким вот образом ну и в принципе не важно что там будет дальше происходить и выведем это все в консоль логин консоль лог то есть выведем наше выполнение запроса в терминал я сейчас его скопирую в в в в в какой-нибудь файлик сейчас секунду конкретный файл нужен какой-нибудь 1sql чтобы можно было в нем применить форматирование вот и вот таким вот образом мы по сути взяли сгенерированный правильно запрос для конкретного нашего диалекта потому что и всякие разные лайки а и лайки колонки как они там правильно называются выделения функций и так далее и тому подобное о чем нам не нужно заботиться как программистам мы использовали сиквалась и сгенерировали вот эту вот часть для выборки а все остальное еще до генерировали до генерировалась из нашей модели и find all вот такая вот особенность этого query builder и для чего он конкретно нужен это единственная ситуация для чего он нужен раньше не зная вот этого вот подхода я писал вот так вот сад query вручную то есть не зная того насколько я на косячу для какой-то конкретного диалекта то есть я не знаю что у меня там пойдет не так я писал каунт ол фром опять таки не зная базу дан это таблицу какое-то какая-то там есть я там писал good предполагая что он там есть потом в у которого good captain рандом пускай будет лайк лайк опять таки правильные кавычки каждый раз путаюсь о msql это двойные кавычки у постгресса это одинарные кавычки если что особенность у подгресса двойных двойными кавычками отделяются колонки и он будет каждый раз говорить о том что типа неправильно соответственно каждый раз мне не каждый раз необходимо проверять диалект правильно подставлять какие-то там кавычки не кавычки ну то есть в морокке как представляете именно вагон вот такие вот ситуации очень часто происходит когда нужно вы сделать выборку именно какого-то там прикрепить какую-то выборку со значением каким-то или подставить в наш в какой-либо запрос тоже бывает такое чтобы сделать там какую-то выборку но и вот разница то есть опять на сколько сколько здесь может быть ошибок точнее сколько уже здесь ошибок при работе с постгрессом первое это некорректно работает звездочка тут необходимо указывать колонку опять-таки это особенность только подгресса не всех баз данных то и в принципе все остальные работают как бы с этим корректно дальше goods а если у вас неожиданно товар комп ази и он будет написано composition а то для постгресса вам необходимо это название этой таблицы взять в кавычки у других баз данных нужно в некоторых случаях нужно брать в кавычки в некоторых не нужно то есть еще одна ошибка которая может предстоять при кросс базовости до дальше каждая каждая таблица и каждая колонка у посгресса берется в кавычки по умолчанию потому что у вас всегда может быть допустим колонка который называется айди или допустим модул айди и так далее то есть они обязательно берутся все в кавычки то есть вот такая вот запись должна присутствовать для постгресса и тут должно быть айди опять-таки в кавычках не забываем дальше здесь одинарные кавычки и так далее там подобное то есть представляете насколько геморрно выглядит и это только то что я знаю ну и еще лайки и и ай лайк не забываем а еще для для постгресса с маленькие буквы она работает неверно поэтому тоже не забываем там все писать большие буквы скажешь скорее всего что модели не существует да ну да с моду по крайней мере она работает просто не сказал что модели не знает вот такие вот костыли и открыв для себя вот этот кэри билдер который я теперь могу использовать да и вы теперь тоже можете использовать для генерации вот этих вот внутренних запросов это просто прям мастхэв как по мне согласно это ужас ну не ужас а без этого ты никуда проект полностью на армии не напишешь увы как бы он классный мы подедушка она по хипп и тот самый складывал сквель обычный запрос чтобы близне к миской инъекции и это самое из избежать а мы теперь из кишков вытаскиваем запрос который у нас должен быть это зёпа ну и не совсем мы просто его подготавливаем то есть вот это вот запись вместо того чтобы не накосячить и дедушка не предполагал что его запрос будет выполняться чем-то еще ну то есть на какой-то другой базе для этого обычно писалось что-то другое дополнительное лишь про это я говорю швы к революции он точно знал что вот мой проект работает только с майсквелем почему да потому что он писался под майсквель не отстаньте от меня и все одно джесса от но джесса своем ты можешь в принципе поменять базу в любой момент и тебе за это ничего не будет такое вот удобство допустим клиент сказал что типа вот я не могу он типа не могу я поставить постгресс не могу все вот нету религия не позволяет ему поставить прогресс окей вот тебя настройка вот смотри в диалекте нужно написать мс и скелли или что там у тебя стоит и вперед по своему негативному опыту твою фразу тебе за это ничего не будет и расшифровывать как тебе опять за это не заплатят ну как бы да с другой стороны ты теряешь тебя клиент сказал что типа я не могу поставить там поздравить такой но и и переписывай все да и тоже никто с этими заплат и не уточнила там изначально не уточнили у клиента типа а потом бац короче вылезу а клиент захотел еще потом поставить как на какой-то другой сервер там тоже какие-то проблемы так что просто мульти базовость это типа удобно а я еще отлетел начиная на клиентов от я еще отлетел начиная с того момента когда ты сказала что надо query selector использовать ну это это особенность просто чтобы она у вас была в виде видео потому что вот эту инфу вы никогда в жизни не найдете а столкнетесь с ней это сто процентов то есть это большая информация такая может быть даже на будущее даже не на будущее мы когда до фронта дойдем будем делать уведомления то там как раз вот это уже и нужно будет вот чтобы не писать вот этот вот весь мазохизм который явно я писал здесь чуть ниже ведь недавно то лучше всего использовать уже правильные инструменты для этого как по мне